В подтверждение доводов об отсутствии со стороны подсудимого насилия к представителю власти сторона защиты ссылается на показания свидетеля Питерцева и Катавасова Шамо Фирояна-Услана, потерпевшего Харанека, утверждающих, что подсудимый ударов не наносил, а также показания свидетеля Фирояна-Тену. Суд критически относится к показаниям подсудимого Фирояна об обстоятельствах причинения телесных повреждений потерпевшему Харанека данным в судебном заседании и считает их обусловленными избранным способом защиты. Утверждение подсудимого об отсутствии с его стороны каких-либо умышленных виновных действий в отношении потерпевшего вступает в противоречие с его фактическим поведением после получения потерпевшим травмы, которая выразилась в немедленном оставлении места происшествия. При этом у подсудимого, который находился на месте рассматриваемых событий в связи с оказанием помощи пострадавшим братьям, отсутствовали какие-либо иные объективные причины покинуть место происшествия, кроме как обусловленные мотивом скрыться и не быть разоглаченными в совершенном преступлении. Об указанных мотивах свидетельствует в том числе и спешность действий подсудимого, который скрылся с места происшествия, не пытаясь прояснить состояние потерпевшего, оказать ему какую-либо помощь и проигнорировавшего требования правил дорожного движения о запрете выезда на встречную полосу. Кроме того, показания подсудимого в судебном заседании противоречат протоколу его явки с повинной, в рамках которой он прямо указал на нанесение удара потерпевшему кулаком в области головы и протоколу допроса его в качестве подозреваемого. Оценивая показания потерпевшего Харанека о механизме получения им телесных повреждений и об отсутствии со стороны подсудимого насилия, суд ставит под сомнение их достоверность. При этом суд исходит из того, что заявление потерпевшего об отсутствии преступных действий со стороны подсудимого и получение травмы в результате несчастного случая прямым образом противоречит его позиции, выразившейся в принятии от подсудимого компенсации морального вреда. При оценке показаний свидетелей Питерцевой, Котавасова, Феррояна Шабо, Феррояна Руслана, суд также не находит оснований доверять им. Указанные свидетели находятся с подсудимым в родственных и близких отношениях, что дает основания полагать о их заинтересованности благоприятным для подсудимого в исходе дела. Свои доводы о виновности подсудимого суд основывает на первоначальных показаниях свидетелей Зверева, родина, свидетелей под псевдонимами Иванова, Сидоров, данных в ходе предварительного следствия. Показания данных свидетелей об ударе подсудимого кулаком в области главы Харанека при отсутствии обстоятельств давящих оснований потерпевшему ожидать такой удар соответствует механизму образования полученной потерпевшим травмы, которая явилась результатом некоординированного падения потерпевшего с высоты собственного роста с предшествующим ускорением, которое было придано нанесенному удару. Оценивая показания данных свидетелей в совокупности с выводами, проведенных по делу повторной судебно-вотинской и медико-коммунистических экспертиз, суд приходит к выводу, что данные доказательства согласуются между собой и позволяют прийти к достоверному выводу о нанесении Фираяном удара кулаков в область главы потерпевшего как о причине падения, который потерпевший не мог контролировать в силу неожиданности нападения.